Новый аэропорт для Донбасса. Очередной срыв открытия КПВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Макдональдс возвращается в Мариуполь. И что не так с перемирием на Донбассе? Это дайджест новостей Донбасса. Тут мы рассказываем о самом интересном, произошедшем за эту неделю. Начнем. На фоне обострения ситуации на линии соприкосновения все острее становится из-за явления сторон конфликта. Если к рассказам боевиков, что они дойдут до Киева или Львова, то от официальных лиц Украины подобное звучит крайне редко. Но на этой неделе Леонид Кравчук, представитель Украины в трехсторонней контактной группе, лучшим вариантом вернуть Донецк и Луганск назвал «выкинуть Россию силой». В то же время он подчеркнул, что Россия вооруженная до зубов государства и к тому же ядерная. Поэтому здравым решением считает политико-дипломатический путь. На этой же неделе начальник генштаба ВСУ заявил, что вооруженные силы еще с 2020 года проходят подготовку к наступательным действиям на урбанизированной местности на Донбассе. На подконтрольных сепаратистам телеканалах уже началось нагнетание ситуации. «Киев готовится к штурму городов Донбасса. Об этом открыто заявляет главнокомандующий вооруженными формированиями Украины Руслан Хамчак». А большинство материалов сейчас выпускается именно на такую тематику. И то, что нагнетание происходит умышленно, не может не настораживать. Кстати, на этой неделе было заседание ООН касательно Донбасса и Украина на нем заявила, что контроль над госграницей с Россией в отдельных районах Донецко-Луганской областей должен быть возвращен при помощи миротворцев. Как бы там ни было, мы продолжаем следить за ситуацией и информировать вас о ней. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш YouTube-канал и жмите на колокольчик. Следите также за нами в социальных сетях. Все необходимые ссылки будут в описании. Для Донбасса обещают построить новый аэропорт. Это действительно больная тема для жителей нашего региона. Уже в этом году украинская власть начнет проектировку нового аэропорта для рейсов гражданских самолетов. Об этом сказал сам президент Владимир Зеленский на форуме «Украина-30. Инфраструктура». Так почему же между Донецкой и Луганской областями, а не в Мариуполе, например, где уже есть аэропорт? Ну, во-первых, это неудобно логистически. А во-вторых, сильно близко город находится к линии разграничения. Вместе с тем президент убежден, что самолеты из Мариуполя и в город летать будут, но позже. И пока возвращение аэропорта в Мариуполь еще заморожено, в город возвращается Макдональдс. Представители сети обратились к городскому совету с запросом о разработке землепроекта на месте недействующего фонтана на Греческой площади. Данный вопрос поднимался на заседании горсовета. Проект поддержали 29 депутатов из блока Вадима Бойченко и Слуги народа. Против высказались представители ОПЗЖ и партия «Сила людей». Некоторые из них предлагали провести по этому поводу общественные слушания. По словам заместителя мэра Александра Качурина, сейчас предлагается только позволить разработать проект землеустройства, визуализацию которого рассмотрят члены исполкома. Решение по строительству Макдональдс в Мариуполе примут именно на его заседании. Единственный ресторан Макдональдс в Мариуполе был закрыт после начала боевых действий в 2014 году. Он находился в торговом центре Украина. Первые вакцинации на Донбассе и будут ли ковид-паспорта? Обо всем по порядку. 25 февраля в Донецкую и Луганской области поступили первые партии вакцин от коронавируса индийской AstraZeneca. Для гражданских жителей на Донечину прибыли 14 тысяч доз. На первом этапе этим количеством планируется вакцинировать не менее 12,5 тысяч работников медицинских учреждений области. В Луганскую область поступило 14 300 доз вакцин, из которых 6 800 будут распределены на вакцинацию военнослужащих. По поводу ковид-паспортов в Украине не торопятся. Ждут мирового решения. Если страны решат ввести такой паспорт, то и Украина присоединится. Например, в Евросоюзе уже согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все один во мнении, что нам необходимо что-то подобное. Меркель также отметила, что в Германии уже запущен национальный сертификат вакцинирования. И, скорее всего, в будущем это ждет и Украину. Украинская сторона в трехсторонней контактной группе обвинила российских визави в срыве начала пропуска через КПВ «Счастье» и «Золотой» на линии соприкосновения в Луганской области. Там также отметили, что украинские власти предоставили автобусы-челноки для перевозки людей через линию соприкосновения на этих КПВВ. «Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 7 часов 40 минут белый автобус ждет в счастье, желтый в золотом. Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны». В делегации Украины считают, что представители российской делегации никак не могут различить слова «отдел». «На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан, которых держат в заложниках на оккупированных территориях. Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам выехать с временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты блокируются с 10 ноября». Открытие двух новых КПВВ в Луганской области должно было произойти еще 10 ноября 2020 года. Но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и ЛНР объяснили блокировки тем, что не были согласованы детали передвижения людей в серой зоне, в частности, движения автобуса. Правительство Украины согласилось предоставить автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию соприкосновения на пункт пропуска «Счастье» и «Золотое». А глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призывал разблокировать работу КПВВ еще раз 24 февраля. На сегодня на Донбассе работают 2,7 КПВВ — Станица Луганская и Новотроицкая. При этом пропуск через Новотроицкая сепаратисты осуществляют только дважды в неделю. О том, почему группировки ограничили работу КПВВ и как выкручиваются в этой ситуации простые люди, смотрите в одном из наших сюжетов «Донбасс сегодня». Видео будет по всплывающей подсказке вверху экрана. Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министра в течение двух месяцев подготовить законопроект, который позволит установить украинцев с двойным гражданством. Глава СНБО отметил, что Украина двигается к цивилизованным странам, которые позволяют двойное гражданство. При этом он добавил, что в этой связи есть вызовы со стороны России. Среди таких чиновников был Виталий Захарченко, экс-министр МВД. После событий 2014 года он сбежал в Россию. Кстати, недавно он заявил, что готов возглавить «Объединенный Донбасс», а именно политическое образование после возможного слияния так называемых ЛНР и ДНР. Секретарь СНБО уточнил, что власть, в частности, ставит задачу выявить другое гражданство у депутатов и прочих государственных деятелей. Двойное гражданство имеют уже более 400 тысяч жителей на Донбассе и примерно полтора миллиона жителей Крыма. Российское. Однако такое гражданство не признается Украиной. Вместе с тем, Данилов подчеркнул, что получение паспортов России на тех территориях – это вынужденная мера. В то же время Россия времени не теряет и не упускает возможности использовать украинцев, проживающих в отдельных районах Донецка и Луганской областей, имеющих паспорта России, для голосования на парламентских выборов в Госдуму. Там уже заявили, что в Ростовской области могут открыть специальные участки, на которых смогут проголосовать жители Ордло. Также будет организован подвоз граждан. Все как во время голосования за поправки в Конституцию. В Украине уже ответили на это. Говорят, что голосование жителей Донецка и Луганской областей поставит под сомнение легитимность этого голосования. Выборы эти пройдут в сентябре 2021 года. Мы рассказывали об этом более детально. Смотрите по подсказке вверху экрана об этом в нашем видео. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу двойного гражданства, обострения на линии соприкосновения или где нужно строить аэропорт и нужен ли он нам вообще. Ставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. Делитесь им со своими друзьями. Чтобы знать больше о том, что происходит на Донбассе, подписывайтесь на наш YouTube канал, читайте наш сайт и следите за социальными сетями. Кроме прочего, там мы рассказываем о новых жилищных программах для переселенцев, о работе КПВВ или про социальные выплаты и многое другое. Увидимся с вами через неделю. Пока!